Повышением осведомленности жителей нашего города о рисках для здоровья, связанных с потреблением алкоголя, всерьез занимаются УВД Брестского обл.исполкома и Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Именно ими в этом году было принято решение о проведении 6 августа в рамках республиканской межведомственной программы «Забота информационного автопробега ЗАЗ «Двигаемся вместе к здоровью». Акция – это еще одна возможность донести до молодых людей и их родителей информацию о вреде потребления спиртных напитков, сформировать новый взгляд на трезвый образ жизни. Началось мероприятие в Брестском Свято-Симеоновском соборе, где был прочтен молебен, призывающий к благим делам. Задача сегодняшнего автопробега – еще раз привлечь население к здоровому образу жизни, к важности движения и важности отказа от вредных привычек. Ведь сегодня не секрет, что рост продолжительности жизни населения на 1% ведет к росту валово-нутреннего продукта на 6%. И это сегодня очень важно для страны, важно для нашей области. Сегодня был совершен молебен, который назывался молебен на призвание Святого Духа на начало благого дела. Вот, как бы название говорит само за себя. Вот, мы в своих молитвах все участники призвали, попросили Бога, чтобы он приставил, были такие слова, приставил ангела к делу этому, чтобы он сохранил от всякого зла, от враг видимых и невидимых, чтобы эта акция прошла успешно, хорошо, чтобы она имела благословение. Потому что любое, конечно, благое дело имеет сопротивление и, скажем так, в духовном мире. Сегодня в Беларуси для привлечения внимания к проблеме алкогольной зависимости многочисленными ведомствами, среди которых Министерство здравоохранения, Санэпидемслужбы, Органы управления внутренних дел проводится огромная работа по организации мероприятий, способствующих улучшению обстановки, которая складывается в молодежной среде. Практика показывает, что именно акции, самый эффективный способ воздействовать на население, ведь специалисты, занимающиеся их организацией и проведением, обладают высокой степенью мотивации. Только они в состоянии убедить в важности последствий зависимости. Всякая работа, наверное, дает свой результат. У нас в течение всего летнего периода на территории Республики и Брестской области, в частности, проводится республиканская межлезонная программа «Забота». В рамках этой программы предусмотрено значительное количество различного рода профилактических мероприятий, в том числе вот такого информационного плана, где мы пытаемся разъяснить, может быть, показать на примере несовершеннолетним их родителям, законным представителям, что все-таки здоровый образ жизни – это тот приоритет, который должны они выстраивать в своей жизни, а не стремиться к употреблению пива, спиртного, потому что, как показывает статистика, в итоге все приводит к печальным последствиям. Информационный автопробег «ЗАС. Двигаемся вместе к здоровью» – хороший повод обратить внимание общественности на существующую проблему алкоголизма среди молодежи. Несмотря на то, что отмечается положительная динамика в этой области, о чем свидетельствует уменьшение числа лиц, состоящих на диспансерном учете, активная работа по профилактике заболевания должна продолжаться. Сегодняшняя акция – не окончательная точка в борьбе с подобной зависимостью. В ближайшие дни все силы специалистов будут направлены на просвещение молодых людей в других районах нашей области. 6 числа маршрут составляет город Брест, город Драгичин, трагический район, пионерский лагерь, где с детками будет проводиться профилактическая работа о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения и, естественно, здоровом образе жизни. Как показывает практика, увеличилось количество преступностей несовершеннолетними именно в состоянии алкогольного опьянения. А затем посещение города Пинска мы будем находиться на центральной набережной. Как показывает практика, очень большое количество водителей в состоянии алкогольного опьянения задерживается в городе Пинске, в том числе наркоманов. Поэтому будет делаться все для того, чтобы после проведения данного мероприятия сократить как количество дорожно-транспортных происшествий, так и количество людей, которые ведут неправильный образ жизни. София Бережная, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.